Три-четыре! Удачи нам! Финалисты театральной премии имени Железкина 2022 года. Эти творческие коллективы приехали из разных уголков России. В ближайшие три дня кукольникам предстоит побороться за звание лучших в своих номинациях. Всего их три. Лучший спектакль для взрослых, лучший для детей и лучший любительский. В проведении у нас участвует и сама администрация, управление культурой. Несколько площадок задействовано, на которых будут показаны спектакли. Театр Фест, Яуза, Театр Огнива. Так что небольшой праздник театра происходит сейчас. Я думаю, Стас Федорович был бы просто доволен этим. В составе жюри театральные критики, театроведы, заслуженные артисты России. Лучшие работы выберут с учетом ряда критериев. В первую очередь хотим видеть блистательные спектакли Театра Куков. Спектакли достойные Станислава Федоровича Железкина, потому что со Стасом был много лет знаком. Это был гениальный, действительно гениальный артист. Станислав Железкин – кумир для многих кукольников. Борис Смелянец – актер Красноярского театра «Кукол». Он вернулся в мытище спустя 26 лет после работы на одной сцене с великим артистом. Быть участником конкурса премии Железкина для него не просто соревнование, а сохранение памяти об одном из первых наставников. Прекрасное, теплое ощущение одного его имени. И когда наш директор сказал, а будем мы подавать или не будем, я настоял на том, чтобы мы действительно подали эту заявку. И вот мы приехали, вот мы здесь. Победители конкурса определят 17 сентября – День памяти Станислава Железкина. А пока у мытищенцев есть уникальная возможность посетить спектакли финалистов. Причем бесплатно, но по предварительной записи в кассах театра «Огнива». Анна Смирнова, Петр Дзюдковский, Первый мытищенский.